Сегодня у нас такое несколько обзорное видео. Я расскажу из каких сортов винограда мы делаем вино, как мы его делаем, какие вина мы делаем и также поговорим о некоторых особенностях вот этого винодельческого сезона. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноград и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Начнем с сортов. На самом деле технических и универсальных сортов винограда у нас много. На сегодняшний день общая цифра это порядка 70 или даже 80. Поскольку виноградник прирастает, то точное количество вот прям сразу я назвать не могу, да это не имеет большого значения. Отвечаю на вопрос, а зачем вам столько? Ну, я иногда считаю этот вопрос не совсем уместным. Как неуместен вопрос коллекционеру марок, да, как неуместен вопрос, а женщине зачем мне столько платьев в шкафу, да. Прежде чем задать вопрос мне, спросите у вашей жены, зачем мне столько платьев в тупель. Посмотрите на ответ. Ну, а вообще, если серьезно. Смотрите, Беларусь это не виноградный регион, это не винодельческий регион. У нас нет каких-то сформировавшихся уже там сортов вин и всего остального. И если мы хотим что-то делать, то самое оптимальное, да, это пропустить все через себя, через свои руки. Часто я слышу, например, когда люди спрашивают какой-то сорт, у них говорят, а вы вино из него пробовали. Дело в том, что даже если, условно, я попробую вино из пинонуара, то это не значит, что пинонуар, который сидит у нас на винограднике, да, с такой же вино. Надо понимать, что вино, да, с одной стороны, это сорт винограда, но с другой стороны, это очень большое влияние самого винодела. И вот еще раз повторю, да, что для начала нам надо понимать, вообще, в принципе, созревает, либо не созревает, какие кондиции дает ягода, ну, а дальше уже пробовать с ней работать и смотреть, что мы можем, какие вины делать из нее в наших конкретных условиях. И опять же, вот эти вот испытания, грубо говоря, да, которые мы проводим, они, например, показывают, что поздний по характеристикам сорт одесский черный, сколько там у него по паспорту, я не помню, может, чуть ли не 160 дней, в наших условиях прекрасно созревает. Наш кустик еще молодой, но мы брали его у родственника, который, у него участок находится недалеко от нас, чуть-чуть севернее, и несколько лет у него уже тот куст растет, прекрасно плодоносит, дает хорошие кондиции по фенольной зрелости, по сахару там в районе 21, может быть, даже 22, то есть абсолютно нормальный параметр. При этом сорт поздний. Также когда-то я про пинонуары читала, что, ну, и в принципе везде говорят, да, что пинонуар это вообще сорт такой капризного выращивания, и по срокам он вроде у нас не совсем, однако пока что он показывает прекрасный рост вообще, причем он у нас даже на двух участках, да, прекрасный рост, нормальные кондиции, ну, будем смотреть, конечно, дальше, пока ягод не столько много, чтобы сделать какие-то однозначные выводы по тому же вину, которое в итоге получится, но тем не менее мы видим, что результат есть. И вот получить все это мы можем только вот испытав все на нашем участке, поэтому мы ссадим много, много разных сортов. В обзоре этого года я говорила, что по итогам этого года, по итогам этого сезона у нас пока никто не вылетает. Дальше будем смотреть. Те, кто нас не устраивает по параметрам, те, кто, допустим, не будут вытягивать наши погодные условия, мы будем убирать. То есть, другой кого-то, да, мы будем наоборот размножать. У нас есть на то возможности, поэтому мы, скажем так, занимаемся испытанием. Вот ответ на вопрос, зачем вам столько. Ну и в принципе, опять же, касаясь количества сортов, смотрите, когда у нас есть один сорт, в разные воды он может давать разные кондиции. Когда-то он может дозревать, когда-то не дозревать, когда-то перетревать, когда-то терять кислоту. И когда у нас есть несколько сортов, да, мы как художники можем подбирать краски. Ну, краска тяжеловато рисовать. А когда у нас есть несколько, да, мы их можем смешать, получить классный результат. Опять же, отвечая на вопрос, зачем столько. Ну, а теперь уже переходим конкретно к тому, что мы делаем. Кстати, несмотря на небольшое количество, многих кустов у нас всего лишь там по одной штуке. И первоначально мы стараемся их по возможности сделать отдельно. Опять же, чтобы посмотреть, да, какое получается из них вино, где его там достоинства, недостатки, что лично нам в нем нравится, не нравится. Поэтому вот, например, здесь стоит небольшая бутыль, 6-литровая, но здесь примерно 4,5-5 литров. Это Вейлент. Причем в этом году мы его делали по карбонической мацерации. Что такое карбоническая мацерация? Это брожение целых ягод в среде углекислого газа. То есть, мало того, что мы пробуем сорта, мы еще пробуем какие-то отдельные технологии на таких небольших количествах. Ну, вот еще немножко бродит. Уже, конечно, брожение совсем слабенькое. Скоро оно закончится. Ну, тогда будем смотреть, пробовать, оценивать результат. Ну, начнем с особенностей этого винодельческого сезона. Вообще, ягода хорошо созрела, да, все-таки такая длинная теплая осень. Она нам помогла. Но все равно сезон не идеальный, все равно сезон не самый лучший. В принципе, с сентября нам просто, скажем так, отдал то, что забрал май. Поэтому я бы не сказала, что в сезон прям совсем замечательно. Но, тем не менее, очень много ягод набрали прекрасные кондиции. Тем не менее, значит, в этом сезоне мы полностью отказались от какой-либо шептализации, невзирая на то, какой сахар. Ну, конечно, когда сахар 20, там вообще ничего добавлять не нужно. Но даже там, где сахар был 17, мы тоже решили ничего не добавлять. Для игристых там вообще, понятно, там замечательно хватает такого сахара. Но есть одно у нас сусло. Там Вильдер, Кицнури. Может, кто-то еще? Я уже так не вспомню. Ну, в основном Вильдер. Там сахар невысокий. Там сахар в районе 17. Мы будем делать с него обычную суховину. Ничего не добавлять. Мы решили так. Посмотрим, что из этого получится. Подписывайтесь, следите за каналом, мы обязательно расскажем. Следующая особенность этого сезона, вот он, для нас, это максимально все сбраживать при низких температурах. При совсем низких. Единственное, что мы сбраживали при комнатной температуре, это Макузани Лондонуар смесь. Кто-то там еще с ним не был. Ханка, наверное. Вот она сбраживалась при температуре градусов 17-18. В доме у нас одна комната там не очень с батареями, это более-менее прохладно, но это дом. А все остальное сбраживалось на неотапливаемой веранде при температуре примерно градусов 10. Ну, там были колебания от 7-8 в те дни, когда было очень холодно на улице, до где-то 12-13. Почему так? Дело в том, что тонкая ароматика, она лучше развивается и лучше сохраняется именно при брожении при низких температурах. Красные вины часто сбраживают при температуре, допустим, 25 и выше, потому что именно при этой температуре идет наиболее сильная экстракция тонинов, вяжущих веществ, которые дают вину, ну, с одной стороны, вот это вот вяжущее ощущение, с другой стороны, плотность и тельность. Для кого-то это важно. Ну, я много раз рассказывала, что лично я люблю тонкие, элегантные, нежные вина. Я не люблю тонины в вине, они мне не нравятся, они мне там мешают, они царапают. И, конечно, кто-то может возразить, что, а, у тебя там, может, виноград недозревший, да, ты там что-то не так делаешь. Я сейчас говорю о винах магазинных, и это вина не из самого дешевого сегмента, то, что уже все-таки немножко стоит денег, да, но мне тонины вине не нравятся. Французский мольбек. Я забраковала напрочь, он вообще на неделю стоял, и прям вот выпьешь чуть-чуть, и вылезть вроде жалко, да, а неприятно. Мерло мы покупали, я, честно, не вспомню. Кого-то, ну, тоже, по-моему, Франция. Запах обалденный, все обалденно, пробуешь. Ну, хурма зеленая. Если я хочу зеленую хурму, я, простите, пойду, поем зеленую хурму. Так вот, значит, поэтому мы решили вот поставить такой эксперимент и максимально все сбраживать при низких температурах. Даже, например, такие вот получилась смесь, первое плодоношение, рябомар, саламик, анарка. Мы все вместе смешали, и вот они на мизге бродили у нас как раз-таки вот при низких температурах как раз на улице было очень холодно, там, в помещении было градусов 8, и вот при такой температуре это все стояло на мизге, натягивало тонкую ароматику. Ну, попробуем, что из этого выйдет. Это не повод для повторения, да, это, ну, мы так хотим. Наши эксперименты, да, мы пробуем различные подходы к виноделию. Ну, в принципе, все вот это вот бело-розовое, то, что у меня здесь стоит, и здесь игристые. То есть, игристые тоже все изначально на мизге сбраживались при низких температурах. Вот это вот два таких подхода, которые мы решили внедрить в этом сезоне. Ну, а теперь чуть подробнее по каждому вину. Много делаем игристых. Вот игристые, прям, когда я первый раз попробовала, у меня получилось, то многие сорта ароматные, высокоароматные мы запускаем на игристые вина. Ну, вот это, например, стоит ананасный. Вот ананасный тоже. С одного куста мы сняли, ну, есть, причем это куст четырехлетка. Мы его садили двухлеткой. Вот он у нас третий год сидит. Наверное, почти восемь, может, даже девять литров уже такого нормального сусла. И вот решили его сделать игрристым вариантом. Сразу переключаюсь на особенности сезона. И что мы делаем в этом году? Значит, в этом году мы полностью отказались от какой-либо шептализации, от какого-либо добавления сахара. Ананасный мы снимали с сахаром. Восемнадцать и чуть-чуть было в ягоде, наверное, восемнадцать и пять. В сусле получилось типа семнадцать и восемь. Ну, смотрите, такова была цель. Мы не гонимся за алкоголем. То есть для нас важен вкус, а не то, что обшумело в голове. Поэтому мы полностью отказались от какой-либо шептализации и снимали ананасный мы в конце августа, наверное, тридцатого или тридцать первого, как-то так. Несколько грозди осталось висеть на кусте. Они набрали двадцать один сахар. То есть он может набирать сахара гораздо больше, несмотря на то, что паспорт на его восемнадцать. Тем не менее, в наших условиях он шикарно висит на кустах и можно его по сахару разогнать. Но, повторюсь, у нас не было такой цели. И поэтому мы его сняли. Уже косточка была коричневая с более таким низким сахаром. Смотрите, оранжевая технология, брожение на мезге порядка недели. Цвет. Да, мы не используем серу, мы не используем никаких антиокислителей. Единственное, когда мы ставили ананас, я его положила в холодильник. Охлажденную ягоду дробили, добавляли закваску. Закваска с наших уже диких дрожжей. Ну, вот такой вот, смотрите, совершенно светленький получился. Прибалты. Все бело-розовые прибалты, но мы их всегда, всегда смешиваем все вместе. Нет, был год, когда я их разделила по белым и розовым, делала отдельно вардусовые. Ну, нам нравится результат и тот, и тот. И тот, и тот получается вкусно, классно, какие-то на барбариски, чего-то еще такого фруктового, яркого. Вот поскольку попробовали, да, нам, в принципе, нравится, поэтому там мы смешиваем вообще все подряд. Точно так же брожение на мезге несколько дней. Потом отжимаем, оклеиваем и заливаем в бутылки на остаточном сахаре. Ну, вот они у нас такие более мудненькие. Вообще, в видео про ингрест и вина я рассказывала, в чем может быть сложность приготовления пятната в домашних условиях. Вот сложность немножко в прозрачности, да, но, в принципе, мы же понимаем, что это натуральный продукт, и то, что он слегка мутноват, ничего страшного, тем более, что не тогда уж и давно он розлиг в бутылке, еще может и осветлиться. Дальше. Еще одно игристое. Игристое вообще в этом сезоне четыре вида. Третье. Я буду показывать лежачую бутылку. Да, на бутылках есть этикетки. Мы бутылки используем в БУ. И поскольку мы все делаем для себя, то я просто не трачу время на то, чтобы смывать этикетки. Смываются при пятии хорошо? Нет, ну и ладно. Это зигиреба. Здесь будет нагоржаж. То есть мы будем избавляться от осадка. Поэтому бутылка перемещена в ориентальное состояние. Потихонечку, вот, да, видно, вон там осадок. Он будет сводиться на пробку. И мы будем от него избавляться. Значит, сразу вот по сортам. Смотрите, зигиреба набирает хороший сахар. Зигиреба сорт очень ароматный. Но зигиреба низкая кислота. Конечно, да, те, кто начитался про всякие воду и сахар, те, кто кислоты боится, им кажется, что это прям супер хорошо. На самом деле это не всегда супер хорошо. И кислота в винограде должна быть. Но вот такое мнение, да, не претендующее на истину. Мне кажется, что это уровень развития винодела, когда, ну, определенный, да, я сейчас буду себя хвалить, и это тоже нормально. То есть со временем винодел начинает понимать, что у меня кислоты может не хватать. И вот это, повторюсь, определенный уровень развития. Так вот, в этом году я уже не буду лезть в записи. Все это показывала. Кому интересно, в обзорах есть. Именно по сортам, по-моему, 3,7 паж. Это высокий паж. И такие сусла, они подвержены заболеваниям. Такие сусла быстро окисляются. Поэтому с ними надо очень аккуратно работать. А исходя из того, что это еще и мускатный сорт, то все-таки кислота низкая. И вот к зигире бы в идеале надо добавлять еще кого-то более кислого. И здесь нам на помощь пришла сафира. Вот у сафира был очень хороший сахар. Тоже там или 21, или 22. И 2,9 паж. Идеальный паж вообще для белых вин. Вот просто идеальнейший. И мы к зигире бы добавили сафиру. У равновесив их. Конечно, ее было не так много. На количество. И общий паж я потом не мерила. Но мы понимаем, что вот это будет, скорее всего, по итогам этого сезона, такая замечательная пара. И с сафиром мы посмотрели, что нам нравится. Все, как она растет. Какой она дает урожай. Будем размножать. Будем садить несколько кустов. Значит, так добавили. И более кисленькое. Ну, а так получилось. Вообще, опять же, мускаты не любят выбраживать насухо. Сейчас расскажу, для чего дыгрыжаж будет делаться. Чуть-чуть сахара мы упустили. И практически он уже ушел в ноль. Но к этому моменту подоспел Олег, который диамантом. Тоже мускатный. Они зигире бы, в общем-то, родственники. Да, у них общие предки. И мы прям вот Олега отжали по белому целыми гроздями. И залили вот в сусло, в зигире бы и сафире. И смотрите, что получилось. Да, там практически уже сахар выбродил. Мы вот это вот свежее сусло добавили. Добавили в дрожжам сахар. Добавили им питание. И залили в бутылки. И мы хотим попробовать все-таки, чтобы сахар еще остался. Оно бродит в прохладном помещении. Там 8 градусов. Там неотапливаемая веранда. А вот для чего дыгрыжаж. То есть мы хотим попробовать словить тот момент, когда еще немножко сахар останется. Мы осадок сгоним на пробку. Удалим. И получится у нас вот такой классный напиток. Ну, вот насчет словить сахар. Это, конечно, достаточно сложно. Да, но будем пробовать. Будем пробовать. Посмотрим, что из этого получится. Значит, это то, что касается игристых. Положим, чтобы наша бутылка никуда не убежала. Есть еще одна партия игристых. Тоже сделана по типу пятната. Это реформ. Реформ в этом году мы сняли общий сахар. В сусле был 20. Я думала сделать из него обычное сухое вино. Но женщины, они такие непостоянные. В какой-то момент я думала, думала, передумала. И в итоге мы все залили в бутылки. Для одображивания в них и для получения игристого. Но на этом с игристыми еще не покончено. Будет еще одно. Стоит сусло из Антония Великого. Тоже там общий сахар в сусле был не самый высокий. Получилось, наверное, в районе, может, 17,5. Примерно так, если по памяти. И вот много было вопросов. Ой, а вот что-то с таким сахаром делать. Он же низкий. Еще раз повторяю. Сахар – это алкоголь. Кому-то он нужен большой, кому-то и не нужен. Если мы делаем вино чисто, если мы делаем вино аккуратно, то оно у нас будет храниться, даже с низким спиртом. А если мы делаем вино АБК, бахаем воду, сахар, мы вообще не понимаем принципов виноделия. То от того, что вы там сахар туда насыпите, не факт, что ваша вина сохранится. Так вот, опять же, никакой шептализации, ничего. Сейчас он практически на сухо уже выбродил. Вот его затворчик. Чуть-чуть тут разного уровня. Вот оно. Вот оно сусло. Ну, конечно, выглядит некрасиво через пыльную бутыль. Да. Что будет делаться сейчас? Вот сейчас он еще чуть-чуть постоит. Добро где-то качать. И после этого мы добавим сахар. Мы добавим, у нас еще висит несколько гроздей винограда. А с них закваску. И это будет практически классический метод приготовления игристого. Мы решили вот с Антонием попробовать сделать так. Вот стоят наши бутыли с красным. Вот это у нас стоит нейтуран. Он еще бродит дальше. Дальше я уже даже не помню, кто у нас стоит. Несколько разных смесей. Одна из это Лондон-Нуар Макузани. Там же, наверное, Ханка. Так, нейтуран мы поставили отдельно. Зилга, русский ранний. Туда же мы добавили хасанский бусо. Вот, кстати, возможно, это вот эта бутыль. Вот отдельно стоят синие мускаты. Обратите внимание, да, что вот пенка. Но уже пенка стали островки. И пусть брожение скоро закончится. И вот здесь при температуре... Ну, это сейчас на улице потеплело. Поэтому здесь локко 12 градусов. А было 8. Смотрите, какая активная пена, да. Прочитали. Рябом Арселан Кадарко здесь. А здесь вот у нас он булькает. Это будет вильдер. И кисной. Ну, как я сказала в начале, да, вот. И, в принципе, и вы увидели. В бутылях сбраживается все. При низких температурах тоже ставили все в разное время. Ну, потому что нам так удобно было собирать. Виноград нам так было удобно перерабатывать. Ну, вот кое-что уже подходит к своему завершению. Ну, а кое-что еще затворы играют. И пусть играют. Ну, а кое-что еще затворы показывают разный уровень. Да, брожение идет. При этом я вам показала, что вот эта вот пенка на поверхности, она начинает постепенно становиться меньше, меньше, меньше. Эти островки. И мы понимаем, что скоро уже брожение закончится. Тогда мы перельем другие емкости. Снимемся осадка. Ну, вот здесь, например, осадка. Ну, меньше, чем на мизинец. Просто, что как только брожение заканчивается, мы переливаем в полную емкость. И, конечно, в идеале в этот момент, чтобы была температура 20 градусов. Нам надо, чтобы прошло яблочно-молочное брожение. Нам надо, чтобы кислота, которая там есть, да, она пришла в нужный уровень. Но может так сложиться, что мы не сможем обеспечить такую температуру. Это деревенский дом. Мы на зиму переместимся в город. Да, мы периодически приезжаем, среди недели приезжаем. Достаточно часто. Но все равно уже температура будет непостоянная. Забираю все это в квартиру. Ну, такое себе удовольствие. Поэтому уже, как говорится, какая будет температура, такая будет. И смотрите, вот тоже показала, да, неотапливаемый виран. Как только я вижу, что все, затвор уже начинает ходить туда-сюда, разворачиваться. Говорит о том, что конечная стадия брожения. Уже брожам так тяжело. И тогда вот перемещаю. С холодной вирандой в чуть более теплую комнату. Не повышаем температуру сильно, пока что. Ну, вот немножко сильно не повышаем температуру. Всего лишь чуть-чуть. Но уже она как бы более стабильная. И брожам будет легче доработать сахар, который там остался. Ну, к тому же мы не спешим. Вот как им положено там бродить, да, так и положено. Искусственно ускорять их мы не будем. Конечно, в скорости все это можно будет потихоньку начинать пробовать. Хотя я вам рассказывала, что когда вино вот только отбродило, у него может еще быть неизглаженное состояние, да, неизглаженный ароматик. Но в любом случае попробуем, посмотрим, к чему мы идем, да, как мы куда двигаемся. По возможности буду показывать, рассказывать, что с этими всеми экспериментами происходит, да, и какой результат мы получим. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные ролики. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Ссылка на плейлист по домашнему виноделю, где много интересной и полезной информации. А также в наши контакты. И до новых встреч!